Здравствуйте! СМ! Как ночевали? Ну и слава Богу! С вами Васильевич. Сегодня приготовим лёгкий салатик, покажу, с использованием йогурта. В предыдущей я показывал, как делается йогурт. Оставалось тоже пакетированное в пакетиках вот это вот молоко 2,5%. И я поставил, просто решил попробовать не укутывать. А то как с маленьким младенцем возишь, всё укутываешь, тепло придаёшь. Всё то же самое я проделал, но баночку не убирал, не укутывал. Поставил так, при комнатной температуре, тепло дома. Вот. И достав. Её часов, наверное, 8-10 прошло. Не стал больше держать. Просто убрал в холодильник и, ну, часов 5, наверное, простоял. То есть, хочу сказать, вот видите, тягучий. Сейчас мы размешаем. Да. Такой же получился, как мы укутываем и выжидаем, чтобы оно прело. Оно, оказывается, и так. Можно таким путём. Лишь бы тепло было. Так же я две ложки ложил. Вот, смотрите, тягучий какой. Тягучий йогурт. Там я демонстрировал этот самый стакан, как с соком облепихи. А сейчас я покажу вам. Вот, взяли мы. Ну, то же самое получилось, как сметана. Вот, можно яблочки. Можно груши. Там любое. Варенье даже. Беру, помыл перед этим. Вот. Просто беру и разрезаю нашу грушку. Вот на такие вот дольки. Большой я не стал брать ножик. Смотрите на своё усмотрение. Вот. И беру. Вот на такие вот фракции я буду разрезать. Буду разрезать нашу грушку. Вот. Берем и нарезаем на такие же полоски. Такие полоски. Ну, соединим, чтоб одноцевая была. И сбоку вот так вот уже получится у нас. Ну, смотрите, можете больше, меньше регулировать. Ну, я думаю, вот так вот, чтоб больше вкуснее было. Вот так вот мы нарезаем нашу грушу. Груша эта без косточек. Вот. Странно. Стерженёк и всё. Теперь вот я взял, чтоб наглядно было, вот такой вот гранёный стаканчик. Берём мы и эту грушу нашу будем выкладывать сюда в стаканчик. Нарезаем произвольно и ложим. Вот захотели что-то грушу там, всё. А вкуснее будет с нашим йогуртом. И йогурт. Вообще отлично. Перекус даже. Или что-то. Всё витаминное. Но в сторону. Таким же образом беру. Отрезаю нашу грушку. Вот. Режется даже, вот видите, ни ягодки, ничего нету. То есть, не чистить сорт. Груши такой. Ну, чтобы было. Как лук. Нарезайте. Вот так вот надрезы делаю. Надрезы небольшие. Вот. И вот такими дотками. Небольшими. Чтобы больше удовольствия было. Вот. Взяли. Так нарезали. И сюда наш бокальчик, стаканчик. Вот так вот выкладываю. Вот. Ну, я думаю, покажу ещё раз, сделаю, каким образом, что. как сказать, наши, своих, тем более, подписчиков не оставляют. Как-то дать больше информации, потому что уже опыт есть. Сразу не расскажешь, не покажешь. Были времена у нас, когда всё было такое своё. То было проще. А сейчас сильно не наберёшься в этом магазине цены вообще. Какой-то капуста пекинская, вот эта, пекинская она. А вот за такой вот 117 рублей, ну, где-то видано. Вот так вот. Ну, живём, питаемся, не унываем. Вот так. Взяли. Видите, как произвольно я нарезал. Вот так вот, с горочкой была шапочка. вот так. Ну, выбирать целиком не буду. Где-то так. Берём. Размешиваем. Размешиваем. Йогурт какой у нас? Питьевой. Ой. Оттуда как-то стараются, как же получить. А вот, элементарно, второй день. Нормально. Тут йогурт выпил весь, сделал целиком его баночку. Вылил соку нашего облепихового. Такая вкуснятина получилась. Теперь берём мы йогурт и поливаем. Поливаем наше творение. Проще будет взять ложку, взять ложку и ложечкой вот так вот, ложечкой поливать, поливать ложечкой. Вот так вот. Оно медленно и медленно будет пропитывать весь наш йогурт. Не спеши, поспешишь, людей насмешишь. Вы сильно там за кадром не смеетесь. Бывает всякое в жизни. Делается всё напрямую. Не за кадром ничего как говорится у нас не таится. Вот таким образом. делаю даже свирной давлюсь. Потому что такая натуральная вот это вот всё. Вкуснятина. Вкуснятина. затыкает, затыкает наши места. протыкаю вот по стенке. Воздух выходит и наш йогурт заполняет те места. полотенцико хотел, но его нету. Нельзя. Ну теперь берётся ложечка наша ложечка. Вот. И пожалуйста. вкуснятина. Вкуснятина. Игрушка. Как говорится. Йогурт это что-то. Ну вот так вот. Вот. где-то так. Теперь перейдём к лёгкому наверное. Вот маленький я насвинячил. А сейчас я схожу. Вот. Вот. тряпочку возьму. Это отбегаем. Ну так же можете режеть, крошить. Ну маленькая со стыканчика. Вытерим. Ну не допускайте мои ошибки. Стараюсь как лучше показать вам. вот так отложим. Так вытерим. Теперь к лёгкому салату. Можно это и салатницу. Ничего страшного. Берём пекинскую капусту нашу и начнём как бы её нарезать. Миленько. Крупно не надо. Шинкуем. Нарезаем. Таким образом. Где кто крупно кто я ещё подрежу. Вот так вот. Получается какая масса у нас. Нарезаем. шинкуем. Я показываю как маленький если под рукой у вас ножик то ножиком нужно и таким обойтись не и большим вот раз это вроде походного варианта. Вот так вот держа нарезаем нашей пекинской капусте варить парень жарить не надо настоящие такие витамины вот еще берем хороше нарезаем вот таким образом нормалёк будет скажи по-своему крошите витамины длинными волокнами ну а я где-то так ну по емкости думаю у нас хватит или еще будем уминать сейчас я еще раз подрежу для себя так для себя перекус так перекус где-то так вот держу придерживаю еще прорезаю вот так чтобы ротик наш вошел берем все в салатницу в салатницу и делаем следующее делаем следующее берем и рукой приминаем вот так вот ее как бы кулачок прижали туда прижали туда сюда почувствуйте что он как бы сок отдает а в нем это для того чтобы он был мягкий вот так вот вот так вот приминаем примяли примяли хорошо теперь берем соль присаливаем щепотку беру щепотку и щепоточку сюда сюда сыпоточку сыпанули теперь беру наш огурчик вот так вот разделю его разделю беру пополам разворачиваю еще пополам ну я люблю мелкой фракции сделаю а вы можете или так пятачок каме его туда в салат или наполовину смотрите как вашей душе угодно беру нарезаю видите хорошо когда подготовлено уже очистил я огурчик запах вообще ну свежесть есть свежесть надо нам витамины к весне за зиму у нас истощение витаминов в организме произошло мы будем помаленьку пополнять вот взял вот так вот сюда наш салатник дальше вот так вот разрезали например ложу вот так вот раз второй третий раз и шинкуем вот так вот нарезаем нарезаем и в наш салатник вот так вот смело аромат какой стоит кубики прорезаем разравниваем вот так вот по поверхности ровно делаем и еще раз возьмем щепоточку и присолим наши огурчики теперь берем наше яйцо куриное и будем как говорится добавлять наш салатик вот так яйцо у нас вроде бы чистится от запаха всего горды попешила вот так значит будет вкусно организм чувствует просит где витамины где витамины да будут тебе витамины прорвемся вот таким способом яичко чистили берем наше второе яичко второе тоже очищаем ну я три взял можете больше можете меньше смотрите можете не добавлять но в принципе вот так вот сама отлично будет с нашими витаминами это тоже витамин неплохой правда тяжелый пищеварение яйца еще хоть желудок будет разместно зеленью переваривать вот когда не надо не бьется даже об доску не бьется да это что такое нет крутится во на паску бы когда яйцами биться вот ты смотри никак не хочет идти к нам на салат надо бог любит троицу ты будешь у нас третьим вот это легкий салат такой даже сейчас пост идет само то все продукты разрешены к употреблению так что возьмите на заметочку себе делайте лишнее не будет вреда не будет скорее всего вот я что хотел сказать берет без этой как сказать шинковки берем так вот что я режу не подумал не подумал о вас все позакрыл скажите берем вот так вот на кроши наше яйцо до салата вот так вот прорезаем и накрашиваем вот так накрошили и в салатницу ее салатницу также берем другое яйцо наше и нарезаем смотрите фракция какая там мелко крупно не будем озадачиваться озадачиваться яички эти у меня они не очень-то и большие нарезали нарезали вот так добавляем сюда еще яйцо яйцо еще желток выполняем сразу шинканул можно таким образом круговую крошить наше яичко прорезали туда все съестся все съестся вот таким образом нарезается все нормально все хорошо видите время это тратил немного а зато калорийно вкусно витаминно витаминно ну вот все яйца а я только разошелся да ручки протрем от яичек вот таким образом теперь беру я наш зеленый горошек зеленый горошек открываем ну уже показывал как открывать такие вот этот большой язычок поднимаем отгибаем кверху низ у нас берет и продавливает туда баночку баночку берем пальчик сюда и на бок можем разворачивать сюда и у нас в руке крышечка вот так вот ну так как я говорил будем использовать наш йогурт то можно ложечку отсюда взять берем мелкая зернистая кукуруза у нас видите какая некрупная берем и выкладываем поддели наклонили ложечку чтобы сок у нас стекл вот и салатницу берем и следующую ложечку берем на бок все стекло и еще сюда вот сожгуки даже получилось вот сюда выкладываем по всему салатнику нашу кукурузку нашу кукурузку вот так кукурузку вот вот такой вот 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 ганочку сейчас мы все что вместо малозернистый некрупнозернистый он распределится быстро у нас по салатнику вот я не вижу чтобы было много и немало средненько как раз по порциям все хорошо ничего страшного можно было ну вот что-то у нас техническая накладка произошла ничего страшного доделываем видите йогуртом поливаем вместо сметанки вместо жирного майонеза все майонез да майонез а тут йогурт вот полили и вот так вот начинаем размешивать углубляясь туда капустки вот нормально прольется вот поднародный был у нас не сухая капуста была все капусту сейчас мы сюда наверх с огурчиком все это перемешаем перемешаем будет отлично перемешиваем перемешиваем быстренько но еще можем подлить маленько а сильно не надо сильно не надо думал сделали на радостях решили все что купалось вот снизу капуста она сухая сейчас она с нашим йогуртом с нашим йогуртом соединяется запах огурчика попробуем хорошо вкусно ну маленько подсолим еще фипотечку сверю у сольки или соль все легкий салат у нас готов йогурт грушевый вот такой вот ассортимент готов вот получился у нас вот такой вот салатик легкий делайте продуктов мало уходит вот калорийно вкусно дешево с вами был Васильевич готовил так что не будем переставать готовить на ютюбе на канал бородатые рецепты Васильевича записывайтесь также советуйте друзьям товарищам родственникам что либо хотят приготовить и не знают или что-то новое что они не знают пускай просматривается записывается на мой канал бородатые рецепты Васильевича все разрешим все покажем пока пока